Здравствуйте! Сегодня четверг на часах 20.15, а это значит, что телеканал Видное ТВ начинает работу в прямом эфире. И вам сейчас, уважаемые наши телезрители, предлагается поближе и поудобнее сесть к экранам телевизоров и взять с собой телефоны для того, чтобы задать животрепещущие вопросы нашему сегодняшнему гостю. А у нас в гостях генеральный директор управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства Олег Иванович Старцев. Здравствуйте! Добрый вечер! Олег Иванович, но я не буду скрывать, еще до начала эфира вам начали поступать вопросы, потому что всех, конечно же, волнует, как люди живут, насколько им комфортно жить в нашем городе. Ну а тема сегодня у нас текущий ремонт и использование общего имущества многоквартирного дома. Первый вопрос уже у вас в руках, и вы имели возможность с ним познакомиться, ну и озвучите его. Да, наших жителей мы предполагали, что этот вопрос взволнует, потому что те платежные документы, которые в этом месяце они получили, немножко отличаются от традиционных документов. Отличаются они одной позицией. В этом платежном документе присутствует еще один платеж, а именно строчка, которая называется «Плата за обслуживание внутриквартирного газового оборудования». И вот конкретно наша жительница Галина Даниловна, она интересуется, правомерно ли данный вид платежа, может ли она его оплачивать, потому что у нее сомнение вызвало, что данная услуга может быть оплачена только через личный кабинет, а в банкоматах такая услуга пока отсутствует. Что я хочу сразу прокомментировать по данному вопросу. В банкоматах на самом деле может и в терминалах оплаты в некоторых банках такая услуга на сегодняшний день отсутствует, но это связано чисто с технической проблемой. Ряд банков уже свободно принимают к оплате данный документ, в частности Мособлбанк, в котором самая низкая на сегодняшний день комиссия — это 0,5%. Мы уже передали, выгрузили необходимые программные обеспечения в банк возрождения и взаимодействуем уже со Сбербанком, у которых определенные свои требования к программному модулю, но, как нам пообещали коллеги из Сбербанка, пятница, крайний срок понедельник, терминалы Сбербанка также будут принимать данные платежи. На нашем сайте, как правильно отметила жительница, уже сейчас вы также можете оплатить данный вид платежа, поэтому мы постараемся, чтобы в течение буквально нескольких дней практически все возможные способы оплаты, которые жители использовали при оплате коммунальных услуг, они были доступны и для оплаты данного платежа. Что касается правомерности взимания, данный платеж является обязательным по законодательству. У нас собственники имущества, в данном случае квартиры, несут бремя содержания внутриквартирного газового оборудования. Внутридомовое газовое оборудование также подлежит содержанию за счет собственников, но плата за внутридомовое оборудование, она уже входит в тариф наш на обслуживание и ремонт дома, а вот плата за внутриквартирное оборудование, она должна вноситься жителями отдельно. Сразу хочу отметить, что в платежном документе прилагается договор, оферта, которую выставила конкретное юридическое лицо, в данном случае специализированная организация «Промгазоэнергосервис», которая предлагает данный вид услуг на рынке Московской области. Она не единственная организация. На сегодняшний день из тех, кто специализированно данным видом работа занимается, пожалуй, можно кроме этой организации назвать также «Мособлгаз», но у «Промэнергогаза» стоимость данных работ ниже, поэтому ее и предлагаем мы в данном платежном документе в качестве исполнителя услуги. Житель вправе отказаться от конкретной данной организации и заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с другой организацией, как я уже сказал, «Мособлгаз», либо какой-то еще, который имеет соответствующие необходимые документы разрешительные. Но обязанность иметь договор на газовое обслуживание, она установлена прямо законом. То есть житель может выбрать с кем в данном случае, оплачивая данный платеж, он подтверждает факт заключения договора именно с данной организацией, и тогда ему этот платеж будет ежемесячно приходить и в дальнейшем. Если он напишет заявление в управляющую компанию, что у него уже имеется договор с другой организацией, либо он заключит его и нам представит, то мы, естественно, эти начисления производить не будем. То есть, в принципе, я так понимаю, что жителям не стоит волноваться, все идет в законном порядке, все идет нормально. Да, то есть платеж обязательный по закону, но это не обязательно именно в этой организации. Если вдруг возникли какие-то вопросы, вот аналогичные данному, там на квитанции ведь есть телефон, по которому можно обратиться? Да, там контактные телефоны, во-первых, этой специализированной организации, на крупнейшую Московскую область, которая представляет данные виды услуг. Она у нас по договору занимается обслуживанием внутридомового оборудования, поэтому и логично, чтобы одна и та же организация занималась и внутриквартирным газовым оборудованием. То есть, можно позвонить и... Можно позвонить, и специалисты подробно объяснят. Также, в принципе, и наши специалисты, контакты которых присутствуют и в платежном документе на нашем сайте, тоже готовы разъяснить жителям. А вот тут вопрос как раз по развилку, он просто очень схож с тем, который прозвучал, вернее, тема. Спрашивают, почему в развилке в управляющей компании не заключила договор с местным банком? Он берет 3% за оплату ЖКХ. Ну, хочу жителям отметить нашим, что, в принципе, управляющие компании на сегодняшний день, они не заключают договора с банковскими учреждениями, потому что комиссионные сборы, они не включаются в тариф, который взимает управляющая компания за обслуживание и содержание жилых помещений и взимаются дополнительно сверхустановленного размера платы за жилищно-коммунальные услуги. И у каждого банка своя тарифная политика. В данном случае я уже назвал Мособлбанк как кредитную организацию, имеющую наименьшую комиссию. На сегодняшний день это 0,5%. В развилке есть такие банкоматы? К сожалению, в развилке нет банкоматов Мособлбанка. Мы сейчас ведем переговоры с Мособлбанком о возможности установки такого терминала, чтобы, естественно, снизить общую нагрузку финансовую на жителей. Но через наш официальный сайт, через личный кабинет, причем не обязательно через личный кабинет, даже те пользователи, которые не зарегистрировались в личном кабинете по каким-то причинам, все равно функционал оплаты через сайт доступен. То есть любой житель может зайти на наш сайт и по номеру своего лицевого счета, который указан в квитанции, оплатить через интернет, через наш сайт, банковской картой любого банка. Комиссия при этом будет 1%. Также 1% в терминалах Сбербанка. Терминалы Сбербанка присутствуют в сельском поселении Развилковская и расположенном рядом с ним сельским поселением совхоз имени Ленина. То есть жители повнимательнее нужно смотреть на банковаты? Да, то есть 3% это максимальный размер на сегодняшний день комиссии, который в принципе в маленьком количестве кредитных организаций остался. В основном это 1% и 0,5% у Мособлбанка. Ваша управляющая компания самая крупная на территории Ленинского района. А вообще жилой фонд сколько у вас? Мы обслуживаем почти 600 домов, если быть точным, 584 жилых дома. Все многоквартирные? Да. Мы занимаемся обслуживанием только многоквартирных домов. Ну, это и в силу требований законодательства управление домами осуществляется в основном, если мы говорим о таком виде управления как управляющей организацией, потому что еще бывает непосредственное управление, бывает товарищество собственников жилья. Ну, в основном тот фонд, который мы обслуживаем, это там, где жители не выбрали непосредственное управление, не создали товарищество собственников жилья. В этих домах, в соответствии с законодательством, присутствуют советы многоквартирных домов. Они избираются в дома, где количество квартир более четырех. И вот такие дома мы и обслуживаем. Сколько же человек обслуживает? На сегодняшний день это около 800 человек. 781, но плюс-минус, вы понимаете, что заработная плата младшего обслуживающего персонала, конечно, не очень высокая, поэтому текучка определенная есть именно среди дворников, уборщиц, самых низкооплачиваемых профессий. Поэтому сегодня это, может быть, 781, завтра это 782, но в пределах 800 человек. Вы недавно возглавляете компанию, а работаете в ней? Я и возглавляю, и работаю в компании. Завтра будет ровно как месяц. То есть назначен главой Ленинского муниципального района Олегом Владимировичем Хромовым 20 октября текущего года. До этого занимал должность заместителя главы городского поселения Видное, кто не знает из телезрителей. Поэтому сфера ЖКХ для меня новая, но в данном случае глава района делал упор на то, что поскольку я курировал последние несколько лет финансово-экономический блок, то для такого крупного предприятия в непростых финансовых условиях сегодняшних у нас именно вот это качество мое, оно и будет способствовать, скажем, улучшению ситуации на предприятии. Олег Иванович, ну я думаю, что вам можно уже гордиться коллективом, который вы возглавили. Они все время являются победителями профессионального конкурса. Лучше по профессии в 2014 году были, а в 2015 каковы были результаты? Давайте напомним. Да, наш коллектив, он традиционно отмечается высокими результатами, как на уровне районных конкурсов, так и областных, и даже и в российских мы берем определенные места. Вот в этом году в областном конкурсе профессионального мастерства мы взяли два места. У нас первое место мы заняли в номинации «Лучший сантехник» и третье место в номинации «Лучший дворник». И кроме того, в конкурсе «Цветы Подмосковья» мы взяли призовое место в номинации «Палитра цвета». Вы знаете, вот если бы сейчас была весна или лето, мы обязательно поговорили бы с вами о цветах, об озеленении. Но мы в преддверии зимы, и зима уже придала нам первый урок. Выпал снег, и как всегда, ну я не знаю, насколько справедлива эта народная поговорка о том, что зима, как всегда, наступила нежданно, негаданно. Вы когда начинаете готовиться к зиме? Насколько этот вопрос или эта поговорка для вас актуальна? Поговорка актуальна, но, так скажем, в целом мы стараемся все-таки быть наготове. И в этот раз заранее было закуплено необходимое количество песко-соляной смеси. Заранее мы уже, естественно, проверяли рабочее состояние техники, исправность. Где-то закупили необходимый дополнительно инвентарь. Ну, так скажем, без ручного труда сложно нам обходиться, потому что, к сожалению, многие дворовые территории заставлены личным автотранспортом жителей. Поэтому мы бы с удовольствием применяли везде механизированную уборку. В принципе, у нас позволяют технические средства такую уборку проводить. Но в силу того, что мы не можем в тот или иной двор войти с этой техникой, и есть определенные нюансы в части того, чтобы при проведении уборочных работ каким-то образом не повредить личное имущество жителей, то нам приходится идти на дополнительные затраты. И мы часть территории убираем механизированно, а там, где зоны так недоступны для транспортных средств механизированных, приходится, конечно, вручную. Вы знаете, сегодня в эфире, в новостном блоке, прошел репортаж как раз на эту тему. И вы наверняка его еще не видели. И специально для наших телезрителей я бы очень хотела, чтобы его посмотрели мы еще раз. Почему? Потому что корреспондент наша шла с надеждой вас поругать. А вот жители отнеслись к этому вопросу несколько по-другому. Итак, внимание на экран. Зима, как всегда, наступила неожиданно. Белый снег, сказочное настроение. Но во многом это настроение зависит от качества работы коммунальщиков. А судя по такому асфальту, наши коммунальщики не совсем готовы к зимнему сезону. Пройдя по-видному и не только по его центральным улицам, мы увидели неоднозначную картину. Однако решили выяснить у самих жителей, насколько они довольны уборкой города по итогам первого снега. Не знаю, что дальше они будут делать. Ну, смотрите, убор, на все, что говорить. То и надо, чтобы так всегда старались для нас, стариков. А пусть с него не воешь. Я довольна. Где-то 50 на 50, честно говоря. В одних местах хорошо, в других не очень. А в основном отлично. Я вижу, что, в принципе, все у нас приходит к тому, что у нас чистый город становится опять. На первый взгляд город действительно убран хорошо. Дороги очищены от снега, центральные площади и тротуары тоже. Активно работает уборочная техника. Но почему-то коммунальщики, кажется, забыли о придомовых территориях. Мы живем на школьной. Да, и хочу сказать, там не регулярно убирается. Еще пока снега не было, но все равно не убирают. Действительно, снегопадов еще не было. А это значит, что видновчанам только предстоит узнать, насколько хорошо коммунальщики подготовились к зимнему сезону. Юлия Погасьян, Евгений Петров, Владимир Бежонов, Ирина Кошлева, Видное ТВ. Я напоминаю, сегодня мы говорим о текущем ремонте и о том, вообще, как работают службы жилищно-коммунального хозяйства. И у нас в гостях в прямом эфире генеральный директор управляющей компании ЖКХ Олег Иванович Старцев. Олег Иванович, ну, ваша оценка увиденного. Ну, в принципе, все замечания справедливые. И там, где жительница отметила, может быть, про не вовремя убранные дворовые территории. И здесь не буду, как бы, так скажем, лукавить. Есть такие места, над которыми нам нужно работать. Все дело в том, что у нас разные структурные подразделения отвечают за разные участки. И когда жители говорят о убранных центральных дорогах города, то это наш, в первую очередь, дорожный участок и участок благоустройства, который занимается именно дорогами. У вас все, что во дворе? Все, что внутри? Нет, у нас не только что во дворе. Мы выиграли муниципальный контракт на содержание дорог в ноябре-декабре этого года в городе, в городском поселении Видное, в сельских поселениях Развилковское, Володарское и Молоковское. Поэтому в этих поселениях мы проводим работы не только на дворовых территориях, в зоне ответственности нашей непосредственно как управляющей компанией, но и на дорогах общего пользования, так скажем, ну, за исключением областных и федеральных трасс, которые находятся вот в поселениях, которые я назвал. Во дворах убираются непосредственно наши филиалы, наши подразделения, которые всем жителям известны. Это «Жилищник», «Новация», «Видновский», «Видналстрек». Но для того, чтобы вот таких замечаний справедливых было меньше, мы стараемся наш дорожный участок и участок благоустройства подключать также и к уборке дворовых территорий. Поэтому есть определенные маршрут-движения, они убирают основные магистрали и идут на помощь своим коллегам в филиалы, в дворы. Ну, вопросов очень много, и давайте с вами вернемся к теме все-таки текущего ремонта. Ну, вот вопрос, который, я думаю, что, наверное, сложно будет ответить. Речь идет о Петровском проезде, дом 18, первый подъезд. Это коллективное письмо. Квартира 4, 6, 7 и 9. Они жалуются на то, что в их квартирах есть плесень. Борются с ней, но вот как видно, что ничего у них не получается. Будет ли ремонт, и как вообще жить в таких условиях? Ну, конкретно по этому адресу мы обязательно проверим. Надо понимать причину возникновения этой плесени, потому что бывают очень часто случаи, когда жители делают незаконную перепланировку в квартире, переустройство. А переустройство это включает изменения в системах инженерных коммуникаций, таких как отопление, например. Нередки случаи, когда жители устраивают даже теплые полы, подключаясь к системе отопления, что категорически запрещено законодательством, да и, в принципе, это вообще очень опасно на квартирных домах. Но хочу жителей в данном случае обратить их внимание, что это не частный дом, это не первый этаж индивидуального коттеджа, где можно применять различные технологические решения, в том числе и водяные полы, так скажем. А на квартирный дом это, конечно, сразу влияет очень сильно и на ваших соседей, которые в результате такого подключения к системе отопления могут недополучать отопление в определенной квартире. А в других квартирах, наоборот, может быть избыточный температурный режим, который приводит к образованию. То есть где-то, может быть, была какая-то протечка, надо смотреть, конечно, по какому-то конкретному адресу, а потом вот эти вот переделки, переустройство, переоборудование, они провоцируют развитие данных явлений. Поэтому, конечно, надо выйти, мы вышли на данный адрес наших специалистов, они посмотрят, разберутся. Но я хотел бы обратить внимание жителей, что все виды перепланировок, переустройств, они обязательно должны в установленном порядке оформляться, прежде чем вы к этим работам приступаете. Вот вновь вопрос из Развилки. На этот раз Сергей Егорович Газбанов, депутат сельского поселения Развилка, житель дома 29. Вот смотрите, он задает такой вопрос. Почему до сих пор не оформлены документы на ремонт труб холодной и горячей воды по адресу как раз дом 29 Развилка? Ну, здесь, конечно, хотелось бы уточнить. Из самого вопроса не совсем понятно, о каких трубах ведется речь. Если эта речь ведется об инженерных коммуникациях, которые являются общедомовым имуществом и расположены, скорее всего, либо в подвальных помещениях, либо проходят в стояках межквартирных, то ремонт данного, так скажем, имущества собственников он осуществляется в порядке капитального ремонта. Капитальный ремонт на сегодняшний день это не функция управляющей компании. С прошлого года вступили изменения в законодательстве с 1 января 2014 года, и капитальный ремонт теперь осуществляется региональным оператором. В данном случае это фонд капитального ремонта Московской области. С 1 мая прошлого года мы все с вами, получая платежный документ, уплачиваем также взносы на капитальный ремонт, которые и направляются данному оператору, который впоследствии выступает заказчиком проведения капитального ремонта на квартирных домах. В том числе это ремонты кровель, это ремонты как раз вот инженерных систем, о которых, скорее всего, задает вопрос заявитель. Это замена лифтов в многоквартирных домах, это ремонт фасадов. Вот этими видами работ управляющие компании теперь по законодательству не занимаются. Мы занимаемся только текущим ремонтом. Но давайте с вами тогда обозначим, текущий ремонт это? Текущий ремонт, это ремонт, который позволяет поддерживать в исправном состоянии наши многоквартирные дома и не предполагает полную замену тех или иных систем. То есть если мы, например, говорим о той же кровле, то какие-то локальные работы, например, произошел залив, квартира расположена на последнем этаже, в результате там атмосферных осадков. Выявили причину повреждения кровли, но оно локальное, ровно расположено над этой квартирой. Вот это мы имеем право и возможность провести как текущий ремонт, выполнить его собственными силами либо с привлечением специализированной организации. Но если речь идет о том, что кровля имеет множественные повреждения, более 50%, то есть необходимо ремонтировать, то это уже делается за счет капитального ремонта. Текущий ремонт, как его начать? Как правильно, с чего начать? Что нужно сделать, чтобы в нашем доме, допустим, он произошел? Как текущий, так и капитальный ремонт в соответствии с жилищным законодательством проводится только на основании решений собственников многоквартирного помещения, многоквартирного дома. То есть они должны написать письмо, собрать подписи, правильно я понимаю? Нет, письмо писать никуда не надо. Значит, любой из собственников многоквартирного дома, я обращаю внимание, что собственников, не нанимателей, любой из собственников имеет право инициировать проведение общего собрания многоквартирного дома. Для этого он направляет соответствующее обращение либо председателю многоквартирного дома, в каждом доме должен председатель такой быть избран. Если он по какой-то причине не был избран, тогда это работа органа местного самоправления. Если такой факт у нас становится известным, мы обращаемся в администрацию городского поселения с просьбой организовать избрание председателя квартирного дома. Председатель квартирного дома организует проведение совместно с управляющей компанией общее собрание собственников. Есть определенная процедура, которая предусматривает уведомления в течение определенного срока до даты проведения такого собрания. И определенное количество голосов, которые должны проголосовать за то или иное решение. Оно различное для различных видов решений. По отдельным решениям достаточно простого большинства, то есть более 50% голосов. А для некоторых видов решений необходимо две трети голосов собственников. За чей счет будет производиться ремонт в этом случае, если все произошло хорошо? Значит, если решение собственниками о проведении текущего ремонта принято, то управляющая компания проводит соответствующие работы за счет средств накоплений по текущему ремонту, которые у нас на лицевом счете по каждому дому учитываются. Поэтому здесь, наверное, правильнее было бы даже изначально председателю Совета многоквартирного дома, если он такой информации не располагает, обратиться в управляющую компанию, уточнить о сумме накоплений, попросить управляющую компанию осметить какие-то виды работ, по которым поступают предложения от жителей, и тогда, сопоставив необходимые затраты и сумму накоплений, если она позволяет те или иные работы проводить, тогда уже выносить на общее собрание собственников, чтобы оно не было у нас в холостую. Ну вот я тут попыталась немножко суммировать некоторые вопросы, объединить, они похожие. Например, ПЛК, дом 74. Платим ОДМ. Помимо обычной квитанции ЖКХ, подъезд не моется, 3 года, очень грязный, а мы за это вносим плату. Прокомментируйте этот ужас. Ну здесь как-то все немножко в одну кучу. ОДН, да, это общедомовые нужды, то, что собственники оплачивают, это потребление ресурсов, соответственно, это освещение, которое у нас в подъездах, это электричество, которое тратится на работу лифтов. Если мы говорим о общедомовых нуждах в части водоснабжения, то это как раз-таки тоже все, что связано с системами пожаротушения, использованием воды на общедомовые нужды. Поэтому с грязными подъездами это никак не связано. И от того, что житель платит, значит, строку общедомовые нужды, это никак не сказывается на качестве уборки его подъезда. Его подъезд должен содержаться в надлежащем состоянии, потому что это входит в строчку, которая называется техническое обслуживание, да, и ремонт, значит, жилого помещения. Поэтому конкретно по этому адресу я обязательно обращу внимание своих коллег. Мы, скорее всего, не откладывая, даже завтра выйдем, посмотрим, соблюдается ли там нормативные требования по сухой, по влажной уборке. Если нет, то примем соответствующие меры. Олег Иванович, ну вот судя по тому, что еще такой же вопрос поступил, мы, наверное, с вами что-то не договорили. Речь идет опять о плесени. И люди спрашивают, куда звонить, в первую очередь, куда обращаться, чтобы бороться с плесенью. Мы вот сейчас постарались, обновляя информационные стенды в подъездах квартирных домов, значит, максимальное количество контактных телефонов разместить. Это и наших городских служб, и администрации районная, и администрации городского поселения, и надзорных органов. Но жирным на первом месте выделили телефон нашей круглосуточной аварийно-диспетчерской службы. Кто его не знает, я, с вашего позволения, назову. Да, я думаю, это будет очень полезная информация. 8-495-541-60-10. Проглосуточный диспетчер по этому телефону принимает все заявки, связанные с работой управляющей компании на квартирном жилом фонде. Это и какие-то аварийные ситуации, если у вас протечки, заливы, еще что-то. Это в том числе и ваши замечания по исполнению обязанностей управляющей компании. Это уборка как придомовой территории, так и подъездов в каждом конкретном доме. Телефон этот в аварийно-диспетчерской службе, он находится в режиме аудиофиксации, то есть все звонки жителей записываются. Поэтому, если будет выявлен факт, что ваша заявка не была рассмотрена, передана, либо, обращая внимание здесь и непосредственно сотрудников нашей управляющей компании, жителю нагрубили. Мы по каждому такому факту проводим служебные расследования и принимаем мир дисциплинарного характера. Поэтому звоните по названному мною телефону, и я вам обещаю, что решение проблемы будет найдено. Ну и еще разочий телефон. Максимова Нина Ивановна, Петровский проезд, дом 22. Она пишет о том, что у них должны были произвести замену окон. Успеет ли до Нового года? Значит... Ну сложно, да, так вот? Да. Скорее всего, это проводится нами в рамках как раз текущего ремонта. Если работы были начаты, то мы их до Нового года обязательно завершим. Я посмотрю конкретно по этому адресу, может быть, даже сам туда выведу на место. Но мы понимаем, что это такая работа, которая связана в том числе и с комфортными условиями проживания. И если демонтаж оконных блоков произведен, естественно, в его место должны быть поставлены другие окна. Мы на полпути не должны здесь останавливаться. Ну вот она же продолжает, прям так строго, ваш адрес. В подъезде стоят велосипеды бесхозные и мешают проходу и мойке подъезда. Разберитесь с этим. Ну вот здесь, конечно, надо разделять зону ответственности управляющей компании и зону ответственности каждого из нас собственника. В том-то и смысл этого слова «собственник», что оно предполагает не только определенные права, но и влечет совершенно конкретные обязанности. Так вот, собственники квартирного дома и только они принимают решение о порядке использования общего имущества в этом доме. А к общему имуществу дома относятся практически все помещения, которые не находятся в пределах квартиры. Это и лестничные клетки, лестничные холлы, тамбура. Поэтому в данном случае, если какие-то из жильцов дома используют общее имущество квартирного дома для совершенно конкретных целей, и при этом общим собранием собственников данный вид использования имущества не был обговорен, то собственники своим же собранием могут обязать остальных исключить использование этого общего пространства. И тогда уже мы, как управляющие компании, будем обязаны реагировать и конкретным нарушителям выдавать предписания. Никогда нельзя угодить всем. У кого-то есть велосипед, у кого-то нет велосипеда. Как узнать, что он бесхозный? Ну, скорее всего, бесхозный вряд ли. Мне кажется, в наше время бесхозный велосипед. Ну, с другой стороны, какое его состояние? Ну, если это не единичный велосипед, а велосипеды, насколько я услышал, то, наверное, вряд ли все-таки они бесхозные. Вот, при желании найти, наверное, хозяина не так сложно. И вот я повторюсь, жители сами, собственники, должны определиться, можно ли использовать это общее имущество для данных целей или нельзя. Запретить у нас в данном случае нет таких полномочий, потому что пока мы не имеем решения общего собрания собственников, это не наша прерогатива. Касается это не только велосипедов, касается это использования другого общего имущества. Подвалы, чердаки, крыши. Устанавливая антенну телевизионную, да, какой-то из сетей, там, Триколор, НТВ, не буду рекламу давать в эфире, да, на крыше, значит, вы, в принципе, нарушаете законодательство. Потому что возможно использование кровли, значит, для таких, в принципе, целей, но это также общее имущество. То есть для этого должно быть решение общего собрания собственников. Там, где такого решения не было, и мы получаем сигнал, мы, естественно, выдаем предписание нарушителю, либо предлагаем ему инициировать такое собрание и представить нам протокол, в котором ему разрешается установка этой антенны на кровли. Ну вот тоже, по моему взгляду, сложный вопрос. Раиса Ивановна Штыкова, она речь ведет о пандусах для инвалидов. Там, где они установлены, смонтированы неправильно. Пандус должен быть наклоном 4 градуса, а не как сделано 12. Насколько вот это точные нормативы? Сегодня я, наконец-то, на прямой эфир, называется, что попал с корабля на бал. Ваш покорный слуга имел возможность присутствовать на областном форуме, который проходил в здании Дома правительства в Красногорске, форум управляющих компаний, на котором звучали авторитетные мнения представителей министерств и ведомств, в том числе и депутатов Государственной Думы. И дискуссии, развернувшиеся на этом форуме, затронули и вопрос устройства пандусов как раз в многоквартирном жилом фонде. В настоящее время уже разработаны соответствующие поправки в законодательство, и, скорее всего, с 1 января они вступят в силу. Данные поправки будут предусматривать, что в перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома будут включены работы по установке либо переоборудованию уже существующих пандусов, несоответствующих требованиям, и это позволит решить вот эту, так скажем, уже многолетнюю проблему. Потому что у управляющей компании, с одной стороны, нет соответствующих ресурсов и возможностей провести данные работы, хотя, в принципе, жители квартирного дома также при наличии накоплений по текущему ремонту и соответствующего решения общего собрания могут обратиться в управляющую компанию, и мы можем рассматривать вопрос установки данных пандусов и за счет и текущего ремонта. Но вот это новшество в законодательстве, позволяющее проводить данные работы за счет капитального ремонта, оно, конечно, будет большой нам помощью, потому что капитальный ремонт, он, естественно, проводится гораздо реже, и сумма накоплений по капитальному ремонту превышает те суммы накоплений, которые имеются по текущему ремонту на том или ином лицевом счете дома. Ну вот вопрос такой, я не знаю, занимаетесь ли вашей ли это компетенцией. Колесников Владимир Васильевич, он жалуется на брошенные автомобили, которые мешают проезду во дворе. Уберите их, пожалуйста. Ну, компетенция, к сожалению, не наша. Мы отвечаем за содержание придомовой территории, то есть ее, в первую очередь, конечно, уборку, летний и зимний перил. Что касается брошенного транспорта, в городском поселении Видное существует положение о порядке выявления, эвакуации и дальнейшей утилизации брошенного автотранспорта. Это положение утверждено решением Совета депутатов. Поэтому, если есть какой-то конкретный адрес, заявитель может обратиться либо к нам, либо непосредственно в администрацию городского поселения Видное, которое предусматривает в своем бюджете соответствующие средства на данную работу в рамках утвержденного положения. Оно положение предусматривает определенную процедуру, это непосредственно выявление, актирование, направление в соответствующие органы и далее перемещение транспортного средства, хранение его на специализированной стоянке, обращение в судебные органы. И после решения суда уже орган местного управления имеет право распорядиться данным бесхозным транспортом, либо утилизировать его, либо иным образом распорядиться. Но, к сожалению, эвакуировать можно и до того, но на специализированное место хранения, а вот уже утилизация только после решения суда. Поэтому обращайтесь непосредственно в нашу управляющую компанию, либо в администрацию городского поселения Видное, и по конкретному адресу, естественно, будет найдено соответствующее решение, тем более в свете профилактики предупреждения террористических действий. Этот вопрос, он особо актуален становится, и в данном случае жители являются нашими помощниками, не только нашими, но и правоохранительных органов. Поэтому я бы даже посоветовал наоборот о таких случаях обязательно нам сигнализировать. Мы, в свою очередь, своим работникам тоже уже довели. В первую очередь идет о тех работниках, которые непосредственно на территории у нас задействованы. Это техники, да, обязанность техника в первую очередь входит. Такие, естественно, факты необходимо выявлять и о них сообщать. Ну, у нас остается не так много времени, а здесь вот вопрос прямо, крик души. Проспект Ленинского, Кусомола, дом 58, Астахова, Нина Ивановна. Проживает в этом доме 40 лет, и за все это время не сделали ремонт тротуаров. Примите меры. Ну, что хочу сказать по данному вопросу. Во-первых, обязательно надо определить, в чьей зоне ответственности находится данный тротуар. Городское поселение «Видное» в этом году начало большую работу, она еще не закончена. Я думаю, эта работа, ну, как минимум на один год, если не на несколько лет, формирование земельных участков под квартирными домами. Жилищный кодекс на сегодняшний день совершенно четко определяет, что к общему имуществу собственников квартирного дома на хуй относится земельный участок под этим домом. Но для того, чтобы понимать, какой это земельный участок, орган местного самоуправления обязан его сформировать в определенных границах и поставить на кадастровый учет. Вот по тем домам, по которым такая работа проведена, а это в первую очередь большая часть, практически вся улица строительная, несколько домов на проспекте Ленинском, само на улице школьная, где есть вот такие материалы у нас, их, в принципе, и каждый житель может получить, зайдя на публичную кадастровую карту в сети интернет, либо обратиться в городскую администрацию или управляющую компанию. И, исходя уже из этих материалов, если тротуар находится в пределах вот этого земельного участка, естественно, это наша зона ответственности, мы его обязаны содержать за счет тех средств, которые платят жители. Если, к сожалению, земельный участок не сформирован, то здесь надо смотреть по конкретному адресу, потому что это может быть и зона ответственности городской администрации. Я знаю, что городская администрация ведет такую работу. Буквально в эту субботу в кинотеатре «Искра» проводилось большое совещание, встреча с жителями, на которых городская администрация обсуждала с жителями планы по благоустройству дворов на следующий год. В благоустройство входят не только работы, связанные с созданием новых парковочных пространств, это в том числе и работы по ремонту или созданию новых тротуаров. Ну и такой вопрос, я думаю, что вы сейчас улыбнетесь, и он завершит сегодняшнюю череду вопросов. Почему автоматы на оплату ЖКХ не принимают десятитысячные купюры? Ну, это, конечно, не к управляющей компании вопрос. Во-первых, лично я еще не был обладателем заветной купюры. Вот, ведь бы человек пообладал, и теперь не знаю, что с этим делать. Может быть, я немножко отстал от изменений в банковской сфере, но я, по крайней мере, не слышал о том, что Центробанк выпустил банкноту таким номиналом. Я обязательно посмотрю на сайте нашего главного банковского учреждения страны. Знаю, что такая проблема была по банкоматам ряда кредитных учреждений и с пятитысячными купюрами. Связано это было и с тысячными, вы правы совершенно. Связано это было именно с большим количеством поддельных банкнот. И это решение каждого банка для избежания, так скажем, своих рисков финансовых. Каждый банк сам ограничивал номинал купюр, которые принимают их терминалы и банкоматы. Управляющая компания в данном случае этот вопрос не может регулировать. Олег Иванович, спасибо вам большое за встречу. Я думаю, что это ваш первый прямой эфир на телеканале Видное ТВ, но не последний, потому что вопросов очень много. И все эти вопросы мы обязательно вам передадим. Ну а нашим телезрителям мы хотим сказать, смотрите Видное ТВ, будьте в курсе местных событий и ждите новых встреч и новых прямых эфиров. До свидания. Спасибо, всего доброго.